Девятый этап ралли-марафона Дакар обострил до предела борьбу за Золотого Бедуина. За три этапа до финиша в зачёте внедорожников Карлоса Саенса и Наса Ралли Тию теперь разделяют всего 24 секунды. Сохраняются шансы на победу и у Стефана Петранцеля, ведь Матадор и Каторец продолжают взвинчивать темп, а значит, могут допустить ошибки. При этом Петранцелю, чтобы захватить первую строчку протокола, нужно нагнать меньше семи минут. Звезде Формулы-1 Фернандо Алонсо после успеха накануне пришлось уйти на старт этапа вторым, что здорово осложнило прохождение маршрута. Впрочем, испанец уверенно финишировал девятым, а этого оказалось достаточно, чтобы ворваться в топ-10, опередив многоопытного Жерома Пелише. В классе грузовиков Сергей Визович на МАЗе, похоже, не смог стать реальной угрозой для команды КАМАЗ-мастер. Во всяком случае, белорусский экипаж занимает третью строчку общего зачета, отставая от лидера каравана Андрея Коргинова на 68 минут. А отыгрывать по 20-25 минут на каждом отрезке задача практически невыполнимая. Вторым продолжает оставаться КАМАЗовец Антон Шибалов, от которого Визович отстает на полчаса. Еще один представитель синей армады Дмитрий Сотников числится пятым. Четвертую позицию надежно захватил Алиш Лапрайс на переделанной капотной Татре, стилизованной под старые грузовики марки Прага. У мотовездеходов Кейси Карри продолжает наращивать отрыв. В общем зачете Лопес Кантарда теперь отстает от американца почти на 24 минуты, а Сергей Корякин проигрывает уже более 40. Субтитры создавал DimaTorzok